Режим поскользнулся на арбузной корке Владимира Пастухов. Сегодня собака, Путин, с неимоверной легкостью виляет своим хвостом, обывателям. У войны должна быть рациональная цель и стратегия ее достижения, стратегия победы. Эта цель может быть ошибочной, стратегия, неверной и ведущей к поражению, но это выясняется уже по ходу войны. У Гитлера был, конечно, фашистский, но в целом понятный план. Завоевать территории, их население превратить в рабов, а ресурсы конфисковать в пользу Германии. Потом что-то пошло не так, но первоначальная мысль более-менее понятна. По крайней мере, они никого не пытались назвать братьями по газовой камере. У путинской войны нет никакой рациональной цели, и в этом ее главная особенность. Завоевать территорию страны, которую пропаганды называют братской. Ок, допустим, это получилось, хотя пока кажется, что добиться этого без нанесения удара по братьям ядерным оружием почти невозможно. Что дальше? Кормить братский народ и восстанавливать его экономику за свой счет, находясь под санкциями? Ну, удачи вам. Не кормить братский народ и держать в 40-миллионной, одной из крупнейших стран Европы, постоянный карательный экспедиционный корпус, находясь под еще худшими санкциями. Еще больше удачи вам. Одну проблему это, правда, решит. За пару лет Украина перемолотит по ночам из обрезов всех кадыровцев до последнего. Не знаю, может, для этого все и задумывалось. Мол, сами уже не справляемся, братья, помогите. Ну просто бы попросили, они бы и так за деньги перестреляли. Дешевле было бы, чем война. Допустим, это только присказка, а цель – долбануть по Европе и Америке, чтобы знали, чьи они дети. Тогда зачем вообще нужна промежуточная стадия, сразу бы долбанули по Варшаве и Лондону, было бы красиво и от души. То есть, если цель красиво самоубиться, прихватив с собой в могилу человечество, то война с Украиной только отдаляет от цели. Зачем резать кошке хвост по частям? Нет логики, нет цели, нет смысла, даже живо дерзкого. Эта война абсолютно иррациональна, и поэтому я не жду никакого рационального исхода. Финал будет совершенно абсурдистским, от которого отрыб возьмет и все будут крутить пальцем у виска. Мол, царь таку-ку. Режим поскользнулся на арбузной корке. В принципе, все было напряженно, но под контролем. Денег хватало и верхам, и низам. Что-то тлело в глубине, но пожаром и не пахло. В Кремле все ждали черного лебедя и расставили по Искандеру у каждой башни, чтобы сбить на подлете. А он выпорхнул из засады, изнутри. Здоровенный такой, сел над воротами Спасской башни, сказал громко и смачно нагадил на голову всем своим элитам. Если еще кто не понял, это полный конец. Режим умер, просто тело еще не вынесли. Путинским элитам уже никакие гигиенические салфетки не помогут. Даже Абрамовичу, хоть он и вылил за эти дни на себя цистерну политического дезодоранта стоимостью в годовой бюджет среднего европейского города, а уж остальным и подавно. Понятие путинские элиты принадлежит истории. Дальше, либо они станут не путинскими, либо их не станет. Главная ошибка Путина состоит в том, что он был уверен, что украинцы не будут воевать. Главная ошибка Зеленского состоит в том, что он думал, что НАТО будет воевать. Главная ошибка НАТО состоит в том, что оно думает, что если Путин наест с Украиной, то ей не придется воевать. Напрасно, он ест не от голода, а от страха, а у страха глаза велики. Сегодня собака, Путин, с неимоверной легкостью виляет своим хвостом, обывателем. Начав войну с Украиной, он дал ему такой импульс, что тот встал торчком. Проблема в том, что дальше хвост, обыватель, будет вилять собакой, Путином. И если даже последний захочет увильнуть и спустить ситуацию в Украине на тормозах, этот торчащий трубой хвост станет серьезной помехой. Путин сильно ограничен в маневре сегодня им же созданным патриотическим хайпом. Договоренности по Украине, даже если они будут каким-то чудом достигнуты, еще надо суметь продать. Меня волнует не Путин, а сконструированный и мострый военный психоз обывателя. Путина мы рано или поздно садим, а вот психованный обыватель останется с нами надолго. Меня волнует сейчас больше даже не те, кто стреляет, а те, кто выстраивает в хосписе умирающих детей буквы «З», кто лепит ее себе на лоб и на все, что ниже. Они создают драйв. Стадо бизонов с измененным сознанием 100 миллионов безмозглых голов не сможет ни остановиться, ни свернуть. Оно затопчет своих и чужих, снесет любого, кто попадется ему и ему на пути. Обезумевшее от страха и поэтому невменяемое стадо бизонов, это новые политические факты жизни современной России, ее новая реальность. Мне неизвестны технологии, позволяющие остановить этот бег. Боюсь, они неизвестны и тем, кто запустил процесс. Перспектива русского мира сегодня как у товарища Сахова из «Кавказской пленницы». Нам теперь из этого кризиса два пути. Либо мы ведем его к прокурору, либо он ведет нас всех в рай. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Все промежуточные опции, не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Владимир Пастухов